Здравствуйте, это Влад. Рад представить вам новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Девушка, подойдите, пожалуйста. Раздалось из проезжавшего мимо авто. Машина была дорогая. В их городе таких немного. Ольга огляделась. Вокруг никого не было. Едва ли кто-то захочет ее похитить на такой-то иномарке. Скорее всего, какой-то богач просто будет приставать и предложит провести с ним незабываемую ночь. Она закатила глаза и пошла дальше. — Девушка, прошу вас, — раздалось из поравнявшейся с ней машины. Она ехала так же медленно, как шла Ольга. Та, на всякий случай, сделала несколько шагов от дороги. Мало ли что этих богачей на уме. — Простите, я спешу, — сказала она, не глядя. — Боярская Ольга Николаевна. Родилась 21 мая. Семья геологов. Работает в Третьей горбольнице. Ольга опешила. У какого-то незнакомца целое досье на нее. Значит, это не то, о чем она подумала. Нужно было разобраться, раз он добрался аж до ее родословной. Кучерявая, рыжеволосая девушка остановилась. Ее черное пальто очень подчеркивало стройную талию. Она носила сапоги без каблука, потому что и без того уставала на работе. Целый день на ногах. — Что вам нужно? — спросила она, скрывая страх. — Сядьте в машину, мне нужно с вами поговорить. Я не причиню вам никакого вреда, обещаю. Ольга вздохнула. Какие у нее были варианты? Чего доброго затащит силу, если не сядет. Она послушно забралась в автомобиль, подумав, что никогда раньше не сидела в таком салоне. — Здравствуйте, Ольга. — Здравствуйте. Меня зовут Семен Андреевич. Я вынужден обратиться к вам с просьбой. Мне очень нужно узнать все об одном человеке. Его зовут Борисов Николай Витальевич. Он работает в вашей больнице. Недавно устроился в хирургию. Знаете его? — видела несколько раз. Ольга сидела на заднем сиденье, а мужчина, говоривший с ней, был впереди. Она видела его лицо. Обычный богач, среднестатистический. Лишний вес, надменные выражения лица, галстук, свисающий по белой рубашке. Мощные руки на руле, татуировка на запястье, зеленая. Армейская или тюремная — одно из двух. Бледный для своей комплекции. Обычно толстяки-развощеки. Видимо, болен. — Ольга, мне нужно, чтобы вы за ним проследили. Я хочу знать о нем абсолютно все. Чем живет, с кем живет, чем увлекается, что он за человек, понимаете? Мне нужно все, что вы сможете узнать. Взамен я вам заплачу. Ольга хмыкнула. — Простите, шпионить — это не мое. Я простая медсестра. Мне не так-то просто с ним даже увидеться. Мы в разных местах работаем. — Я уже договорился о вашем переводе в хирургию. Я выбрал вас, потому что у вас была такая практика. Та пожилая медсестра, что работала там до вчерашнего дня, явно не стала бы сотрудничать. Больно уж принципиальная. Она ушла работать в другое место, я похлопотал. Там и нагрузка поменьше, и зарплата побольше. — Что? Вы Надежду Александровну сплавили, чтобы поставить меня следить? Он вам кто, сын? — все еще не понимал Ольга. — Именно так. Я не криминальный авторитет, не бандит. Я простой бизнесмен. И эти сведения мне нужны для личных целей. Ему ничего не угрожает, и вам тоже. Я просто хочу узнать этого человека поближе. — Почему бы вам не войти в больницу и не протянуть ему руку? Познакомьтесь с ним, поговорите и спросите все, что вас интересует. — Не могу, к сожалению. Ситуация такая. Я не стану утомлять вас подробностями, Ольга, но мне очень нужна ваша помощь. Взамен я решу ваш вопрос по кредиту. Олег Антонов вас подставил, заставил взять кредит и сейчас деньгами. С тех пор вы вынуждены отдавать кучу денег каждый месяц, а сами едва сводите концы с концами. Я внесу всю сумму, и когда получу необходимую информацию, похлопочу, чтобы вас тоже взяли в платную клинику, куда ушла ваша Надежда Александровна. — Там платит в два-три раза больше медсестрам. Рабочий день нормирован. При этом я не прошу вас о каких-то грязных подробностях. Не прошу стучать или делать что-то нелицеприятное. Я лишь хочу узнать, что за человек ваш хирург. Ольга поджала губы. Он знал о ней слишком много. Отказать было страшно. Да и его предложения были крайне заманчивы. Она уже три года платила по чужим счетам. Какого лешего? Может она раз в жизни подумать о себе? Кто, если не она сама? Такие возможности на дороге не валяются. Да и какая разница, что подумает этот Николай Васильевич о ней? — Я согласна, — сказала она. Обговорив некоторые детали, Семен отвез девушку к больнице, высадил и уехал. У нее остался его номер телефона. А в ушах весь день звучали слова. — Оля, узнайте, что за человек ваш хирург. Что у него на уме? О чем он мечтает? Каким было его детство? Я по своим каналам могу найти документы и адреса, но залезть ему в голову не могу. А меня интересуют его личные качества. Какие у него были травмы? Может, есть враги? Кто его друзья? Что он делает в свободное время? Чем увлекается? Каким было его детство? Про детство мне особенно интересно. Это невинные вопросы. Подружитесь с ним, поболтайте по душам, выпейте в баре. Поверьте, я не поскуплюсь. Я умею быть благодарным. — Ольбе, вам придется подменить в хирургии уволившуюся Надежду Александровну, — сказал ей заведующий. Он встретил девушку у порога и даже не обратил внимание на то, что она на четыре минуты опоздала. — Конечно, я готова перейти туда. Я ведь практиковалась хирургией. Оля поражалась, как все точно соответствует сценарию Семена. Этот мужчина действительно был весьма влиятельным человеком, раз способен играть судьбами людей, словно картами. Первая операция состоялась уже в десять утра. Это был плановый пациент. Ольга знала, что и как, но от вида скальпеля ей с непривычки захотелось упасть без чувств. Однако она не выдала себя и мужественно ассистировала. Операцию проводил Николай Витальевич. Заведующий хирургии тоже был там, он контролировал его действия. Все же специалист он новый и ему могла потребоваться помощь. Это была работа под патронажем. Заведующий хирургии был весьма ответственным человеком и уделял много времени своим пациентам. Работал без выходных, если было нужно, а отпуск частенько проводил на внеплановых вызовах. Но он был уже в годах и теперь его первоочередной задачей стало взращивание нового поколения хирургов, передача опыта и знаний. После первой же операции Ольга отправилась покурить. Делала она это крайне редко, понимая насколько это вредно. Однако теплые воспоминания из детства девушки ассоциировались с запахом сигарет от дедушки. Так что порой она этим грешила. — Курите? — никогда бы не подумал, — сказал внезапно появившийся за ее плечами Николай Витальевич. — Ой, почти не курю. Только изредка. Просто перенервничала. Вы же знаете, меня перевели внезапно. Отвыкла от вида крови. Симпатичный врач улыбнулся и тряхнул челкой. Он был молод, выглядел как Домогаров в свои лучшие годы. От его взгляда хотелось то ли съежиться, то ли расплыться в смущенной улыбке. — А я думал, вы новенькая. Раньше вас тут не видел. Просто не замечали. Я давно работаю вообще-то. Это вы тут новенький. — Да, верно. Ольга понимала, что это было идеальным моментом, чтобы зацепить его. Ей нужна была информация об этом человеке. Однако от его взгляда у нее бежали мурашки. Как бы это не повлияло на работу. Нельзя думать о его глазах во время операции. Никак нельзя. Ольга взяла себя в руки и вспомнила о кредите, который последние годы просто высасывал из нее все соки. Сводил с ума. — Как вам у нас? Хотите, я устрою вам маленький экскурс во внутрисемейную жизнь поликлиники? Расскажу, кто есть кто. Она улыбнулась, понимая, что выставляет себя сплетницей. — Да, почему бы и нет. Давайте, может, после работы прогуляемся. Вы далеко живете? Оля покачала головой. — Вот и я. Будет удивительно, если нам еще и по пути. В этот момент к Оле позвонили по мобильному. Он слушал несколько секунд. Затем сказал короткое «понял» и сбросил звонок. — Пошли, срочная операция, — сказал Нольги. Та быстро затушила сигарету и последовала за своим объектом наблюдения. На этот раз все было сложно. В операционной оказалось сразу двое. Парень и девушка гнали на мотоцикле и попали в аварию. Оба были в критическом состоянии. — Коля, на тебе парень. Я займусь девушкой. — скомандовал главный. — Остановка сердца! — крикнула Ольга, увидев, как на соседнем мониторе погасли все показатели. Это была девушка. Заведующий отделением живо взялся за реанимационные работы. У него была своя операционная медсестра. Ольга же подошла к Николаю. Его в тот момент уже одели для операции. — Поехали, — сказал он. Ольга наблюдала за работой этого человека. В конце концов, это тоже был сбор информации. Николай внимательно изучал показатели, травмы. Парень был без сознания. Он не мог сказать, где у него открылось внутреннее кровотечение. Николай Витальевич начал оперировать и тут же нашел проблему. Давление упало почти до предела. Ольга нервничала. — Спокойно, я работаю, — отвечал он ей. Однако пульс становился все слабее. Ольга слышала, как на соседнем столе заведующий уговаривает его девушку вернуться к жизни. — Давай, давай, моя хорошая. Парень твой жив. Ты же его не оставишь тут одного. Давай, родная. Разряд. — Есть пульс. — послышал за спиной. Ольга вздохнула. Но она прекрасно понимала, что наличие пульса не означает, что опасность миновала. Он мог пропасть в любую секунду. И уже навсегда. О стабильности можно будет говорить после проведения операции. Когда будут устранены все жизнеугрожающие повреждения, тогда можно будет вздохнуть. Но бывало, что даже после таких операций пациент просто уходил. Силы организма не бесконечный ресурс. Вдруг она вздрогнула. — Остановка, — сказала она очень четко. Николай совершенно спокойно закончил шить артерию, что заняло примерно 15 секунд. Нельзя было ничего делать, пока открыто кровотечение. После этого он быстро взялся за реанимацию. Заведущий стоял поодаль. Он занимался своей пациенткой. — Коль, ты справишься? — спросил он, не отрываясь от работы. — Справлюсь. — четко ответил он и дал разряд. Монитор отразил скачок, который завел мотор с первого раза. — Пульс есть. В такой напряженной обстановке прошло еще два с половиной часа. Их буквально собирали по частям. Ольга видела не только кровь от точных хирургических разрезов. Однако в этот раз ей было не так страшно. Она была увлечена работой. Ей так хотелось спасти жизни этой парочки. Странно даже. Ведь почти у каждого пациента есть кто-то, кто его любит. Все это понимают. Но когда в операционной лежат парень и девушка, влюбленные друг в друга, хочется отдать все, лишь бы их удалось спасти. Ольга переживала так, будто это она там лежала. Она и кто-то еще, кто непременно бы любил ее. Когда она вышла оттуда, то отправилась прямиком в Сестринскую, сделала себе чай и накапала валерьянки. Затем Оля просто вышла на улицу. В кармане лежали сигареты, но она даже не вспомнила о них. Она думала о том, что завидует этой парочке. Пережив такое, едва ли они останутся прежними. У них теперь один новый день рождения на двоих. Наверное, это большая любовь. — Так и знал, что найду тебя здесь. Через полчаса плановая операция. Ты как? — спросил Коля. Он выглядел спокойно, будто только что не людей собирал по кускам, а варил кофе. — Знаешь, я отвыкла. Сложно ставить капельницы и в один миг оказаться на такой операции. Девушка выжила, все в порядке. Мы их спасли. Отец парня рассказал, что эти двое вместе со школы. Вместе поступили учиться, так что все у них будет хорошо. — Не переживай, это уже позади. А впереди у нас резекция желчного пузыря. Если ты не можешь работать, я могу поговорить о твоем возвращении на старую должность. У меня есть знакомая медсестра, которую я могу позвать на твое место, если тебе тяжело, — сказал он. У Олли все перевернулось. — Что еще за знакомая медсестра? Вполне отчетливо ее в тот момент кольнула ревность. — Твоя девушка? — Они незаметно перешли на ты. Коля рассмеялся от души. — Нет, это моя соседка. Ей пятьдесят лет. Ну, я так долго один, что, наверное, подумаю об этом. — Все еще смеясь, — сказал он. Олли стала неловко. Молодой хирург ушел, а она вздохнула. Первый день с ним работает, а уже и ревнует и претензии предъявляет. Когда она пришла на операцию, Николай уже был готов и стоял устала. Пациент боялся. Вторая медсестра его успокаивала. — Оля, вы готовы? — спросил он. — Только что были на ты и снова на вы. — Это деловой этикет, врачебная этика, никуда не денешься. Главный врач этой больницы был женат на старшей медицинской сестре, и они тоже называли друг друга только на вы. Но эта привычка у них имеет много лет. Оля подумалась. Что, если и они с Колей поженятся? Тоже будут называть друг друга по имени-отчеству даже дома? — Я готова. — Совершенно серьезно ответила она ледяным тоном, задушив зародыши мысли о симпатичном домогарове, на которого был похож Коле. После работы Ольга подошла к нему и заявила, что никому не отдаст это место. Она будет работать там. — Простите мне мою эмоциональность, этого больше не повторится, — выдала она. Коле поднял брови. — Ты чего? Я же просто предложил. Видел, как тебе тяжело. Я буду только рад работать с тобой. Ольга поняла, что реагирует слишком эмоционально. — Да что с тобой такое сегодня? — спросила она себя. В этот момент на телефон пришло сообщение. Она посмотрела на экран. — Ваш кредит полностью погашен. Спасибо, что выбрали наш банк. И тут она вспомнила, что вообще-то находится на шпионском суперсекретном задании, и эмоции нужно контролировать. Семен Андреевич был человеком слова. Он закрыл ее кредит, и тем самым повесил на нее другие обязательства. — Уж лучше бы был кредит, — подумалось ей. Она взглянула на Колю. — Прогуляемся? — улыбнулась она. Ольга надела свое черное пальто и распустила рыжие кудри. Она знала, что это ей очень идет, и включила все свое обаяние. Коли улыбнулся ей. Он тоже выглядел прекрасно в коричневой куртке с белым мехом и синих джинсах. Они шли по лужам, наслаждаясь тихим вечером. Оказалось, что оба живут недалеко от больницы, но идти им нужно в разные стороны. Ольга рассказала Николаю о своем детстве. Самые теплые воспоминания у нее были связаны с бабушкой и дедушкой. — Я жила в деревне. Вернее, родители мои жили в городе, но когда уезжали в экспедицию, оставляли меня у бабушки. Они были геологами, постоянно в разъездах. Мне было три года, когда они погибли. Бабушка говорит, что я привыкла жить периодически у них, и почти не получила травмы. Я была слишком маленькая. Спрашивала, конечно, о маме и папе, но находиться в деревне было для меня привычным делом. Дед у меня был мировой. Обожал рыбалку и часто брал меня с собой. Я носилась по берегу, распугивала ему рыбу, а он все равно не ругал. Учил меня рыбачить с лодки, чинить мотоцикл. У него был большой зеленый мотоцикл с люлькой, но я забиралась на сиденье позади него и ездила там. Было здорово. Он умер, когда мне было одиннадцать. Дедушка много курил, и у него совершенно закономерно развился рак легкого. Узнали об этом случайно, когда он проходил флюорографию. Но бабушка говорила и раньше, что он болен и что она не может ему помочь. Она была у меня целительницей. Никакого шарлатанства. Лечила травками да молитвами. Ее уважали в деревне и побаивались. Ведь если может вылечить, может, наверное, и в гроб загнать. Эту фразу я слышал от кого-то на рынке, и она до сих пор застряла у меня в голове. Все же в деревнях живут люди с фантазией. Хотя они в городе живут точно такие же. Просто там все друг друга знают, и это видно. А в городах все друг другу чужие. Коля улыбнулся. Это ты верно сказала. Все друг другу чужие. Твоя бабушка жива еще? Спросил он. Оля вздохнула. Нет, ее не стало, когда я окончила медицинское училище. А ты рос в городе? Спросила она. Да, я местный. Только семья живет на окраине, в частном секторе. Папа водитель, мама работает поваром в школе. Оля поджала губы. Она специально расписала ему все свое детство в надежде на столь же откровенный рассказ. Что ж, придется задавать наводящие вопросы. — А почему ты решил стать врачом? — спросила она. — В детстве у меня заболел друг. Я приходил к нему, навещал, играл, а ему все хуже становилось. В итоге его не стало. Я очень сильно переживал. Мне было 11. Родители решили, что я уже взрослый и сказали все как есть. Что у него была болезнь, с которой не справились врачи. Сегодня он бы выжил. Сегодня такие болезни лечатся. Их выявляют на ранней стадии и человек может прожить всю жизнь. Есть и операции. Моего друга звали Гриша. И я до сих пор хожу на его могилу. И ради него я стал не просто врачом, а именно хирургом. Моим двадцатым пациентом был мальчик его возраста с точно такой же патологией. Я был еще слишком неопытен, чтобы оперировать сам. Но я участвовал в той операции и видел, как его спасли. Я помогал. Ты не представляешь, какое я облегчение испытал тогда. Ради этого я столько лет учился и практиковался. А ты ведь работал где-то раньше, да? Почему ты пришел именно к нам? Я проходил практику в городской больнице номер 17. Я бы остался работать и там, но мест не было. И так получилось, что когда я уже прошел интернатуру и был полностью аттестованным специалистом, они просто не смогли принять меня. У них был полный комплект в хирургии. Замечательный профессорский состав. Очень мощные специалисты. Как раз в то время, когда я уже начал искать работу, у одного из хирургов погибла в аварии семьи сестры. Выжила только маленькая девочка, которую оставили с няней дома. Ей не было и годы. И он ее удочерил и ушел в декретный отпуск, чтобы быть все время с ребенком. Вот это да. А он не был женат. Обычно женщины берут на себя это. Удивилась Оля. Да, верно. Но он был в разводе. Просил жену вернуться, хотя на развод подал сам, застав ее с другим. Но она отказала. Сказала, что ей чужие дети не нужны и что она готова вернуться, но только без этой девочки, его племянницы. А он только из-за нее и предложил. Так и пришлось ему одному брать на себя все эти обязательства. Оля вздохнула. Наверное, он очень хороший человек. За таким, как за каменной стеной. Не каждый мужчина поступил бы так. Да, он хороший мужик и специалист толковый. Но такие обычно одни. Либо находят себе каких-то стерв и живут с ними, мучаются. Не знаю, почему так происходит. Оля поняла, что сейчас самое время перейти на более личные темы. А как у тебя с личной жизнью? Тоже попадаются одни стервы? Оля посмотрел на нее сверху вниз, потому как был на голову выше ростом. Ольга улыбнулась, чувствуя, что краснеет всем телом. Наверное, в какой-то степени да. У меня совсем не богатый опыт. Я только раз состоял в серьезных отношениях. Она тоже работала в той больнице, где я был интерном, а потом стал замещать того хирурга. Медсестричка самая красивая, наверное. Но характер просто адский был. Мне все говорили, не смотри на красоту, она плохой человек. А я вроде бы и не смотрел. Ее там явно недолюбливали, но я заступался. Думал, что дело в них, что ей завидуют. А когда пригляделся, понял, что она высокомерная, сплетничает обо всех, за что и получает вечно. Сколько было скандалов, всяких неловких ситуаций. Мы уже жить с ней вместе начали. Она забеременела, и я об этом узнал случайно. Мне дали ее анализы. Я как дурак купил кольцо. А она пришла вечером и сказала, что дурно себя чувствует. Я выдал себя с потрохами. Мол, все знаю о ребенке, и встал на колено, и кольцо показал. А она сказала, что только что избавилась от него. Я готов был ее убить. Но прежде чем я начал скандалить и кричать, она сказала, что ребенок был не от меня. А мы как бы жили вместе уже больше года. Она сказала, что это была ошибкой. Что она порвала те отношения и готова была только со мной теперь. А я сказал, что простил бы ее и воспитал бы чужого ребенка. Но только при условии, если бы она сказала мне об этом честно, сама. А не так, как это получилось у нас. Я бы не бросил ее. Мы могли бы родить потом наших общих детей. Для меня ребенок не обуза. Я в этом плане не как многие современные жлобы. Но она все скрыла. И если бы я не увидел ту справку, я бы просто ничего не узнал. Как потом выяснилось, это была не интрижка. Она встречалась и со мной с заведующим пульмонологией. И детей она вообще не хотела. И не рассталась она с ним. Это он ее бросил, узнав, что она избавилась от беременности. А он готов был уйти от жены к ней. И ушел бы, если бы она сказала о ребенке. А что было у нее на уме, я так и не понял. Может, хотел и дальше встречаться с двумя сразу. Мы расстались, и через пару месяцев вышел из отпуска по уходу за ребенком тот хирург. Меня попросили, и вот я у вас. Вот и думай, могу ли я сказать, что она стерва. Наверное, могу, но не буду. Все мы не святые. Ольга вздохнула. Больше всего ей в этой истории понравился момент, когда Коля сказал, что готов был воспитать чужого ребенка, закрыть глаза на измену. Если бы она оступилась, он бы простил. Это очень многое говорит о человеке. Он не живет эмоциями и не упивается самолюбием. Он понимает, что люди совершают ошибки и готов к тому, что любимый человек окажется неидеальным. Как же мало таких мужчин! — О чем задумалась? — спросил Коля. Оля вдруг поняла, что они уже несколько минут молча стоят посреди тротуара. — Я задумалась о тебе. Ты, похоже, классный, — улыбнулась она. — А я уже пришла, так что до завтра. — Спасибо, что проводил. Кстати, тебе отсюда далеко добираться до дома? — Коля расплылся в улыбке. — Далеко. Хочешь пригласить в гости? — Нет, но я могу тебя проводить, если тебе страшно, — кокетливо ответила она. — Я хирург. Я знаю, как обезвредить человека, махнув скальпелем всего раз. До завтра. Оля пришла домой и села в кресло. День был чудесным. Неохотно, но она набрала номер Семена Андреевича. — Оленька, здравствуйте. Чем порадуете? — Я хотела вас поблагодарить за то, что закрыли кредит. Я, как вы и просили, сблизилась с Николаем. И что бы он вам не сделал, я хочу сказать, что он просто замечательный человек. Дальше она рассказала ему все, что с ней произошло за день. А Семен Андреевич уверил Ольгу, что ничего не замышляет против Николая, что хочет лишь узнать его поближе. Однако своих мотивов он не объяснил. Оля ложилась спать со смешанными чувствами. С одной стороны, все было настолько хорошо, что хотелось петь и плясать. С другой, она была шпионом. Едва ли Коля, узнав об этом, захотел бы продолжать с ней общение. — Да, не везет тебе с девушками, Коля. Одна была стервой, а вторая — лицемерка и стукачка, — думала она, погружаясь в сон. Прошел почти месяц. На улице свирепствовала весна. Птички пели, ручьи звенели, а Ольга без памяти втрескалась в хирурга, за которым шпионила. Он тоже проявлял к ней интерес. Но пока их статус не поменялся. Они были просто коллегами, которые нашли общий язык и проводили время вместе после работы. Не держа ни за ручку, ни поцелуев, ничего. Ольга доверилась ему и рассказала о своем неудачном браке. Ей тогда было чуть за двадцать. Еще на первом курсе ей стал нравиться преподаватель в колледже, где она училась. Звали его Марат Эдуардович. Конечно, ни о какой связи тогда и речи быть не могло. Однако, когда до окончания учебы оставалось совсем мало времени, молодой преподаватель сделал решительный шаг. У них начались отношения, которые продолжались больше года. Ольга была безумно влюблена в него. Однако, родители жениха девушку не взлюбили с первого взгляда. Ольга была круглой сиротой. Бабушке не стало как раз в то время, когда завязались эти отношения. Она была опечалена, подавлена, а Марат был рядом и поддерживал. Ольга, если ты хочешь быть нашим сыном, тебе придется сменить религию. Родители Марата были мусульманами. Сам же он, хоть и воспитывался по всем канонам своей веры, религиозным не был. Ольга взбунтовалась тогда и наотрез отказалась. Марат не мог быть резок с родителями, такое воспитание. Однако, он сказал им, что любит ее такой, какая она есть и все равно женится. В конце концов, родители жениха смирились с тем, что их сын будет связан браком с православной. Но появились другие претензии. Она мало зарабатывает в своей больнице, пусть переходит в платную, то отец договорится. А лучше пусть получит образование и станет врачом. В нашей семье еще не было необразованных, — говорила мать Марата, не стесняясь присутствия Ольги. Ей было такое поведение чуждо. — У меня есть образование, я медицинская сестра. И я не собираюсь уходить с работы. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И поступать учиться тоже я не планирую, — вкратчиво сказала Оля. Мать Марата ненавидела невестку всем сердцем. Но это была не единственная проблема в их отношениях. Марат был привлекателен внешне. И студентки так и вешались к нему на шею, готовые на все не только за зачет, но и за самого Марата. — Оль, я тебе пообещал все рассказывать, и сегодня ко мне снова приставала второкурсница. Отправил к ректору, пусть разбираются сами. Оля кивала, но на душе все равно было неспокойно. На одном из семейных обедов у него дома мать Марата спросила. — Скажи мне, Оля, если ты родишь, какой верой будет мой внук? — Не знаю, мы еще не думали о детях, — сказала она. Ей был двадцать один год. — Как это не думали? Вы что, собираетесь оставить нас без внуков? А зачем же вы поженились? — спросила она рассерженно. — Мы любим друг друга, — ответила Оля. И Марат ей улыбнулся. — Любить можно и без штампа в паспорте. А женятся люди, чтобы создать семью. А семья — это дети. Без детей вы не семья, — заявила она. — Мам, наши дети будут мусульманами. И мы подумаем о них обязательно. Просто Оля еще очень молода. Она только что устроилась на первую в жизни работу. — Я три месяца назад похоронила бабушку, единственного близкого мне человека. Простите, но сейчас не время думать о детях и о том, какой они будут религии, — ответила Ольга. — Ты же согласна? Наши дети будут мусульманами, — сказал Марат. Оля кивнула. Внутри она была не согласна, но она ведь знала, за кого идет замуж и видела, как важна религия для семьи Марата. Бабушка бы не одобрила. И Ольге до ужаса хотелось отдать дань ее памяти и крестить своих детей, ведь ее бабушка была верующей. Но она решила, что не стоит усугублять. Детей еще нет. К чему все эти дрязги? Давление становилось все больше. Спустя год после того, как они поженились, свекровь вовсю критиковала Ольгу в хвост и в гриву, заставляя носить закрытую одежду, обвиняя ее в отсутствии вкуса и такта. Ольга была уверена, что именно мать Марата разрушит их брак. Однажды у них вышла весьма серьезная ссора. И Ольга ушла, сказав, что ноги ее больше не будет в их доме. Марат поговорил с матерью, и та приехала в дом Ольги и Марата как раз в то время, когда он должен был приехать с работы. Оля в тот день тоже должна была быть на смене, но отпросилась пораньше из-за головной боли. — Оля, я хочу поговорить, когда ты будешь дома? — спросила ее свекровь по телефону. — Я только что пришла. Приезжайте, скоро и Марат придет, — ответила она. Ольга тогда попросила, чтобы ее подменила другая медсестра, приняла таблетку и легла на диван. Она должна была быть в ночную смену. Марат же ничего не знал о том, что жена отпросилась. Поэтому он ввалился в дом с молодой студенткой, ничего не видя от желания. Они начали срывать друг с друга одежду прямо в коридоре их соли семейного очага. И даже не сразу заметили, что из гостиной на них удивленно смотрит его жена и его мать. Когда Марат их увидел, девушка тихо хихикнула, собрала свои вещи и ускользнула. — Оль, прости, бес попутал, это в первый и последний раз клянусь, — сказал он. — Марат, — взвизгнула его мать, — как ты посмел? — В доме, где живет твоя жена. Я тут распинаюсь, какой ты праведный и замечательный. Убеждаю ее, что она должна принять нашу веру и жить по тем законам, которые исповедует ее муж, а ты… Свекровь едва не упала в обморок. Марат никогда еще не был таким растерянным и виноватым, как в тот раз. Ольга молча пошла в свою комнату собирать вещи. Она упаковывала их под дикую ругань Марата с матерью. Больше всего было обидно, что свекровь впервые в жизни встала на ее сторону. Но теперь это было уже неважно. Ольга знала, что не простит его, потому что она узнала эту девушку. Она видела ее рядом с мужем на работе несколько раз за последний месяц. Он все время говорил, моя студентка, случайно встретились. Едва ли эта случайность была случайной. Ольга вернулась в свою квартиру. Благо бабушка ее оформила лишь опеку. И когда Ольга стала совершеннолетней, она получила квартиру от государства как сирота. Рассказала она и про свой небольшой роман, который случился чуть больше двух лет назад, уже после ее развода с Маратом. Там все было банально и просто. Парень казался ей идеальным во всех отношениях. Врал о себе качественно, не стесняясь. Они встречались полгода, и он попросил Олю оформить на себя кредит. Она была уверена, что он бизнесмен. А он был просто аферистом. И имя было не его, и фамилия. И не помогал он никаким животным, и дорогая машина числилась в угоне. Вот почему он ее почти не выгонял из гаража. Она только умолчала о том, кто погасил этот долг и за что. Коля, выслушав эти истории, сказал, что стал лучше ее понимать, что в лапы к аферистам может попасть каждый сегодня, и что она правильно сделала, что ушла от своего мужа после его измены. — Почему? — спросила она. — Потому что теперь у меня появился шанс, — ответил он. Их отношения подошли к тому моменту, когда из дружбы вот-вот вырастет прекрасный цветок любви. Однако, за этот месяц она так много рассказала о нем Семену, что ей было стыдно и неловко перед Николаем. Это было одной из причин, почему прекрасный цветок никак не хотел вырастать. Семен Андреевич узнал о том, что Коля дважды попадал в тюрьму, в юности, за хулиганство. Один раз он с другом на спор разрисовал из баллончика полицейскую машину прямо возле их отделения и попытался скрыться. Ему тогда было шестнадцать. Во второй раз причина была иной. Было ему тогда уже девятнадцать лет. Он влез в драку на рынке, защищая маленького воришку от злого продавца. Ребенок спер куртку, причем взрослую, женскую. Он украл, конечно, но это не повод его бить. Тем более, что продавец догнал парня и отобрал вещь. Коля сказал, что это его брат, вступился. Ему не поверили, началась драка. Однако Коля дал возможность мальчишке убежать, а сам попал в участок. Как выяснилось, парнишка украл куртку для мамы. Когда Колю уже выпустили, мальчик его подкараулил и признался, что живут они бедно. Мама работает ветеринарным врачом, а папы у них нет. Не так давно он случайно испортил ее единственную куртку. И теперь женщина ходит с огромным пятном, который никак не вывести. Парень не придумал ничего лучше, чем украсть. Коля тогда с ним поговорил, объяснил, что если бы его еще и в тюрьму посадили, то маме было бы уже наплевать на куртку. Она бы очень сильно переживала и могла бы даже заболеть. А пятно на куртке – дело поправимое. Коля тогда отвел парня к тому самому продавцу и поговорил с ним еще раз. Огромный, брутальный мужик взял с мальца обещание, что тот никогда не будет красть. – Веди свою маму ко мне, я подарю ей куртку. – Бесплатно? – удивился мальчишка. – Не бесплатно. Ты за нее заплатил своим обещанием, что никогда не украдешь больше даже рубля, даже ручку, даже жвачку, понял? Парень кивнул. Коля тогда ужасно обрадовался. Он не видел продолжения этой истории. Но когда в другой раз пришел на этот рынок, продавец, с которым он дрался за мальчика, подозвал его к себе. – Смотри, – сказал он и показал фото в телефоне. На нем довольный ребенок обнимал свою маму, которая стояла в новой куртке возле палатки. – А как же ты объяснил это его матери? Неужели правду рассказал? – сказал Коля. – Нет, что ты. Зачем волновать мать? Я сказал, что ее сын мне помог, и я за это ему подарил. Меня ведь тоже мамка одна растила. Я все понимаю. Оля рассказала эту историю Семену Андреевичу, а тот, как всегда, ничего не ответил. Будто просто слушал о жизни хирурга всякие рассказы и ничего не собирался с этим делать. У Оли были две основные теории на его счет. Первая – он насолил кому-то из близких этого человека, и он хочет разобраться в этом. Вторая – этот человек собирается предложить Коле какую-то должность или работу, и узнает, можно ли ему доверять. Обе версии были слабые, неправдоподобные. Была и третья версия. Это мог быть все-таки действительно отец Коли, о котором он не знал. Однако Ольге посчастливилось лично познакомиться с родителями Николая. Они встретились случайно, возле больницы. Это было в то время, когда между ними еще не было намеков на романтику. Коли представил ее как свою подругу и коллегу. Тогда Оля заметила, насколько он похож на отца. На маму ничуть, весь в папу. И рост, и нос, и цвет кожи. Так что едва ли это мог быть его отец. Возможно, это был какой-то дальний родственник. Но для чего ему узнавать всякие глупости о нем? Почему не подойти лично и не познакомиться? Вопросов больше, чем ответов. — Знаете, я уже месяц шпионила для вас. Я бы хотела закончить с этим. Мне очень дорог Николай. Мы действительно с ним сблизились. Скажите, я ведь уже отработала те деньги, что вы внесли за меня в банк? — спросила Оля. Семена эта новость расстроила. — Вы поймите, мы с вами не делаем ничего дурного, — Оля. Даже если вы с ним сблизились, вы должны понять, что наша с вами сделка не должна стать предметом для вашего с ним обсуждения. Он не должен знать о том, что я просил вас об этом. Понимаете? — Оля поняла. Мужчина напуган и взволнован. — Я устала, Семен Андреевич. Это же некрасиво. И вы не говорите мне, для чего мы с вами это делаем. Я уже начинаю думать, что вы иностранный шпион. В любом случае, это некрасиво. Это подло. Я больше не хочу в этом участвовать. Она повесила трубку. Семен Андреевич перезвонил. Оля сделала глубокий вдох и сбросила. Что же ей делать? Девушка с пышными рыжими волосами сидела одна в темной квартире. День за окном шел на спад. Она была влюблена. Сердце так и стремилось к нему. Но только теперь она осознала, что едва ли им суждено быть вместе. Он не заслужил такого отношения. Нет. Он слишком хороший. А она его за деньги предавала. Целый месяц шпионила. Доносила о нем незнакомому человеку. Неизвестно, как он использует эту информацию. Едва ли у него добрые намерения. С добрыми намерениями не скрываются, не шпионят. Зачем? Это нужно только если рыльца в пушку. На следующий день Ольга и Николай работали снова руку об руку. Но девушка была задумчивой, отстраненной. Она не спала почти всю ночь и приняла ряд важных для себя решений. Что случилось? – спросил он, когда увидел, что она курит уже третью сигарету за день. – Ничего, все в порядке. – нагло соврала она. – Ты должна сказать мне, в чем дело. Он обеспокоенно заглянул в ее глаза и взял за руку. Оля выбросила сигарету. – Я никому ничего не должна говорить. – Она оттолкнула его и прошла мимо. Коля нахмурился и почувствовал, как его сердце вырывается из груди. – Что не так? Он только что набрался смелости, чтобы сблизиться с ней, сказать ей о своих чувствах. Он только что решил, что, скорее всего, тоже ей нравится, и что она не оттолкнет его, если он решит ее поцеловать. Нужно было догнать ее, поговорить. Что не так? Коля ворвался в здание больницы и пошел вверх по лестнице. Он нашел ее только спустя десять минут. Оля выходила из кабинета главного врача. – Оль, что случилось? – обеспокоенно спросил он. – Ничего, просто меня уволили. Она не плакала. Она была спокойна. Коля взял ее за руку и она послушно пошла за ним. Коля завел ее в кладовую. – Оль, что не так? Что с тобой сегодня такое? Ты можешь мне нормально объяснить, чтобы я понял? Оля не знала, что ему сказать. – Ничего, со мной все в порядке. – Нет, скажи мне, я должен знать! – он почти кричал. Оля побоялась, что сбегутся зеваки. – Почему тебя это волнует? Какая тебе разница? Кто я тебе? Никто. Она хотела, чтобы он просто ушел. Рассказывать правду было тяжело и стыдно. – Я тебя люблю. Ты для меня стала самым дорогим человеком за этот месяц. – выпалил он. Оля опешила. – Любит. Он любит. Это все усложняет. Это только хуже. Но почему все так? – Я тоже тебя люблю. – сказала она, чувствуя, как мокнут щеки. Она не могла этого не сказать. Это рвалось наружу уже несколько недель. Он обнял ее. Прижал к себе. В его руках было тепло. Она бы все отдала за его поцелуй. Но поняла, что поцелуя не будет. Потому что врать нельзя. Он сам говорил, за честность можно простить поступки, но врать нельзя. Она считала, что месяц шпионства за ним – это больше, чем проступок. Она лгала ему каждый день. И ее признание не станет облегчающим фактором. Но она полюбила его. А значит, скажет правду. Он заслуживает знать. – Коля, ты не все знаешь. – она отстранила его от себя. Так было проще. – Расскажи мне, чего я такого не знаю. – В тот день, когда я перевелась к тебе в отделение, утром меня встретил мужчина. Он пообещал выплатить за меня кредит. Помнишь, я тебе рассказывала, как парень попросил меня оформить заем на себя? – Коля кивнул. – И что он хотел взамен? – Он хотел, чтобы я шпионила за тобой. – сказала она тихо. – Что? – Оля подняла глаза. – Он сказал, что его зовут Семен Андреевич, и что ему нужна любая информация о тебе. Он обо мне уже знал все на тот момент, даже о моем кредите. Думаю, что основные твои данные тоже у него были. Меня же он попросил узнать, что ты за человек. И я рассказывал ему каждый день все, что ты доверял мне, без исключения, Коля. Все. Я не знаю, что это за человек. Но теперь ты знаешь, что я за человек. И все для меня началось с простой просьбы незнакомца, который решил мою проблему кредитом. Я с тобой из-за этого сблизилась. Но по мере сближения все пошло не так. И я влюбилась в тебя. Вчера я сказал ему, что отказываюсь шпионить дальше, что меня тошнит от этого. А сегодня меня уволили. Хорошо, хоть не по статье. Это к лучшему. Колли прислонился к стене и взялся за голову обеими руками. — Ты рассказывала обо мне какому-то незнакомцу? Фамилия у него какая? Как выглядел? — спросил Коля. В голове просто не укладывалось. Оля испытала облегчение и сильнейшую душевную боль. Только что она своими руками разрушила свое же счастье. Полный, лет пятьдесят-шестьдесят, широкими бровями и темными волосами. Глубоглазый, курносый нос. Немного картавит. Машина у него черная, огромная. Я в марках не разбираюсь. Номера местные. Богач, видимо. Носит очки для зрения. Кольца на руке нет. Она рассказала все, что смогла запомнить. — Понятия не имею, кто это. И зачем ему моя жизнь? — У меня нет врагов. Я никому не сделал плохо. У меня даже пациенты не умирали. Вернее, было, но там случай был изначально летальный. И я тогда только ассистировал. Такого, чтобы именно под моей рукой пока не было? Я ведь и работаю не так давно, по сути. Оля покачала головой. — Прости, я не знаю ничего больше. Все, что могла, я тебе рассказала. Прощай. Она вышла, а он ее не остановил. Она шла по больничному коридору. Коля медленно сполз по стенке и закрыл лицо руками. Она вышла в дверь и шла по территории больницы, а он скачал и побежал за ней. Вдруг в его кармане зазвонил телефон. — Бегом! Срочная операция! Он не видел, но она вышла за ворота и пошла через дорогу. А ему пришлось развернуться и спешить в операционную. В первую очередь он все же был врачом и только потом уже просто Колей. Так он решил сам, поступая в медицинский. Он ворвался в операционную. — Что такое? Где заведующий? Он будет оперировать? — спросил Коля медсестру, которая спешно помогала ему одеться. — Вон он. Она указала на операционный стол. На нем лежал заведующий хирургией. Коля понял. Сегодня у него просто нет права думать об Ольге. — Что с ним? — спросил Николай. — У него перитонит. Аппендицит стал болеть еще ночью, но он решил, что это просто отравление. Довел до перитонита. Привезли только что. Шел на работу и потерял сознание. — Мою медсестру уволили. Кто будет теперь меня ассистировать? — спросил он, уже подходя к столу. Позади него показался заведующий больницей. — Я буду ассистировать. Приступай. — скомандовал он. — Логично. Он уволил ее. Ему и отвечать. Коля приступил к операции без промедлений. Мысли о Больге были стерты. Он был внимателен и сосредоточен. И лишь немного, где-то в груди ныло сердце, напоминая случившимся. Но он его больше не слушал. Больше нет. Только не сейчас. Заведующий хирурги, его наставник не мог умереть под его руками. Здесь, от запущенного аппендицита. Только не так. Нет. Тем временем, Ольга паковала чемоданы дома. Он знал, где она живет, и ей нельзя было оставаться. Он бы пришел, а это ни к чему не привело бы. Она знала, что есть всего одно место, о котором он не знает. Она говорила ему, что выросла в деревне, но не называла в какой. Только район упомянула. Она знала, что там острая нехватка медиков. Больничка все еще есть. Только вот работать там некому. Ее точно возьмут. А если нет, можно поискать другую работу. Хотя бы попробовать. Даже если просто пересидеть там какое-то время. Привести мысли в порядок. Почему бы и нет? Операция закончилась. Коля спас своего наставника. Сделал все в лучшем виде. После перитонита состояние было все еще тяжелым. Его оставили в больнице. Но Коля был почти уверен, что он выживет. В таких ситуациях обычно организм справлялся. Даже у стариков. — Кто вас попросил ее уволить? — спросил Николай, подойдя к заведующему, который только что выполнял работу хирургической медсестры. — Я не могу сказать. Иначе отправлюсь вслед за ней. Но ты не переживай. Этот человек тебе ничего дурного не сделает. Я точно знаю. — Вот это да. Ответ на вопрос, после которого вопросов стало еще больше. — Кто он? Я должен знать. — Нет. И не проси больше. Главврач сказал это таким тоном, что Коля понял. Больше он ничего не добьется. — Верните ее. Я не буду без нее работать. Вы ее уволили несправедливо. Он почти кричал. — Коля, в этом замешан очень серьезный человек. Откажи я ему, и он просто прикажет это сделать. У него есть связи повсюду. Мое слово ничего не значит. Ты можешь уволиться. Но сейчас это просто погубит нас. Наш главный хирург еще в реанимации лежит. Кто будет спасать людей? — Я бы рад. И сам бы не уволил эту девочку ни за что. Это сделали за меня. Там такие люди, которые добились бы увольнения кого угодно здесь, в том числе и меня. Николай покачал головы. Главврач ушел. Он помогал в реанимации весь день. Работал профессионально, четко. На следующий день пришла другая медсестра. Колли приходил к квартире Ольги трижды, пока соседка по лестничной клетке не высунулась из двери и не сказала. — Хватит звонить. Уехала она и не вернется. Мне так и сказала. И предупредила, что ты ее искать придешь. — Куда? — Умоляю, скажите. Колли уже был в полном отчаянии. — Как я тебе скажу, когда я не знаю? Она не сказала. Только сказала, что уедет. Ступай отсюда, сынок, и не звони больше в ее дверь. Николай ушел, испытывая полнейшую безысходность. Спустя месяц Ольга сидела в маленьком медпункте в деревне с населением без малого девятьсот человек. Она помогала людям, чем только могла, но в основном направляла в район. Все же она была лишь медицинской сестрой и ставить диагнозы не могла. В тот день народу было мало. Ближе к обеду ей позвонили на стационарный телефон медпункта. — Оль, ты врача просила, так мы тебя направили специалиста, — сказал заведующий районной больницей. — Надо же, кто-то решился в нашу глушь приехать. Вот это новости. Спасибо, Иван Афанасьевич. Буду ждать. — Жди. Он выехал еще утром. Скоро будет. Покажи ему все, расскажи и сотрудничай. Надеюсь на тебя. — Не зря же я ставку вернул. Может, и люди жаловаться поменьше будут, а то от вашего села одни недовольные. Оля улыбнулась и положила трубку. Она заварила себе чай, взяла в руки вафлю и уже открыла рот, чтобы откусить, но в этот момент дверь поликлиники открылась. Она услышала шаги и вышла из подсобки, чтобы встретить пациента либо обещанного врача. — Коля. — Из ее рук выпала чашка с теплым чаем и обдала ее ноги каплями. — Здравствуй, — сказал он. — Как ты меня нашел? — удивилась она. — Один из моих пациентов был следователем, обратился к нему. Оля вздохнула. — Так это ты переводишься? Ты будешь здесь работать? — догадалась она. — Я? Я не могу без тебя. Плевать, кто там хотел обо мне узнать. Если найду его, испеку пирог, ведь это он нас сблизил. Он обнял ее, прижал к себе. И Оля тоже обняла его. Внутри было пусто. Никого. Только они двое. Коля поцеловал ее. И Ольга растаяла в его объятиях. С этого дня началась их совместная жизнь в деревне. Они снова работали вместе, рука об руку. Коле пришлось пройти курсы повышения квалификации, чтобы стать врачом клиники. Все в деревне знали, что они встречаются, шептались за спиной. Поэтому спустя месяц после его переезда он предложил пожениться. — Ты правда этого хочешь? — спросила она, все еще не веря своему счастью. — Очень хочу. Я же приехал сюда за тобой. Они поехали подавать заявление в ЗАГС. И дорогой Коля вспоминал то, как сильно изменилась его жизнь здесь. В тот момент, когда смог выйти на работу заведующей хирургии, Коля уже знал адрес Ольги. Он подготовился и нашел себе замену. Молодого хирурга, который как раз искал работу в городе. Он только что прошел интернатуру и готов был приступить в любой день. Коля нашел его через объявление о поиске работы в местной газете и привел вместо себя. Родители благословили сына. Они видели, как он маялся все это время без нее и сами отправили его к девушке. — Езжай, сынок. А если не сложится, вернешься? Попробовать стоит. Жизнь одна! — сказал ему отец. И Николай уехал. В деревне, просыпаясь вместе с ней, он почувствовал себя счастливым. Ольга жила в небольшом саманном домике, который остался ей в наследство от бабушки. Здесь воздух был чище, а люди проще. Здесь было видно звезды по ночам и почти не было машин, как, впрочем, и дорог. У Ольги в гараже стоял старый мотоцикл деда, который Коля отремонтировал. Он приехал к ней на своей семерке. В городе она считалась машиной для бедняков, а в деревенский антураж вписывалась идеально. Здесь любая машина — это уже высший класс, потому что автомобили были далеко не у всех. Ему пришлось освоить местный транспорт, велосипед. Коли не умел кататься, не научился в детстве. Ольга занималась с ним по вечерам, после работы. Он упал всего четыре раза, прежде чем понял, как нужно. Ольга хохотала и выглядела совершенно счастливой. В хозяйстве у Оли были только курочки, она завела их сразу, как только приехала. Когда появился Коля, они взяли еще и уток. Сажать огород в этом году не стали, но Николаю нравилось работать на земле, убирать сорняки, выкорчевывать. Это не просто бесполезные упражнения в спортзале, это и физкультура на свежем воздухе, и польза. Он влюбился в деревню и уже просил Ольгу завести корову. Они подали заявление в ЗАГС и вернулись домой. Однако, когда они подъезжали, то увидели, что у ворот их стоит машина. — Это он, Коль. Тот самый мужик, который просил меня докладывать ему о тебе, — испугалась Ольга. Коля припарковался рядом. — Сейчас узнаем, что ему нужно, — сказал он. Ольга и Николай вышли из машины. Семен Андреевич тоже вышел. — Здравствуй, Оля. — Здравствуйте, — испуганно сказала она. — Я приехал, чтобы поговорить с вами. Я знаю, что внес в ваши жизни сумятицу и знаю, что вы оба уехали из-за меня сюда. Я бы приехал сразу, как только ты, Коля, подал заявление, но не смог по состоянию здоровья. Врачи отпустили только сейчас. Пригласите меня в гости, я все вам объясню. Николай молча прошел в дом. — Проходите, — сказала Ольга. Она усадила мужчин за стол и всем налила чаю. — Зачем вы просили ее следить за мной? — спросил Коля. — Этот вопрос не давал ему покоя. — Дело в том, Коль, что я твой отец. — Ольга подняла брови. — Неправда. Вы лжете, либо путаете меня с кем-то, — отозвался он резко. — Правда, — сказал Семен Андреевич и закатал рукав. Ближе к локтю у него было растянутое родимое пятно. Коля тоже закатал рукав и показал свое. — Один в один, — прошептала Ольга. — Что это значит? Как это возможно? Вы встречались с мамой? — Нет, сынок. Твои родители тебя усыновили. Тебе не было и года. Ты родился у нас с Анной в непростое время. Я был бизнесменом, а времена были тяжелые. Мне угрожали очень серьезные люди. Они убили мою жену, твою маму. И я остался с тобой на руках. Я знал, что меня ждет та же участь и просто отнес тебя в приют. Через два часа после этого мой дом сгорел. У меня остались шрамы на теле. Я выжил и встал на ноги. После этого, сынок, я должен был решить вопрос с моими врагами. Не мог простить им того, что они сделали с твоей мамой. Месяц я лежал в больнице. И еще полгода ушло на то, чтобы разобраться во всей этой истории. Я не буду утомлять тебя подробностями, но тех людей уже нет. Нет, ты не подумай, я не убийца. Просто посадил к ним своего человека, и он нарыл столько компромата, что их закрыли надолго. Ребята, они были борзые и в тюрьме их всех положили, одного за другим. Попали они туда по очень нехорошим статьям. Это были настоящие звери, они люди. Когда все утихло, я вернулся за тобой, сынок. Но тебя уже забрали. Я стал искать тебя, подключил своих людей, но не смог найти. Я проверял на ДНК трех разных мальчиков, на которых мне указывали мои люди. Оказалось, дело было в том, что ты не единственный Петров Николай Семенович был тогда. Вас таких было трое. И двое одного возраста. Тебе сразу сменили имя. Кроме того, тебя переводили в другой детский дом. Так что следы запутались настолько, что я смог все это раскопать лишь несколько лет назад. Не подумай, я не бросил тебя. Я оббивал пороги наших детских домов многие месяцы. Но мне сказали, что забирать тебя теперь было бы преступлением. Сказали, что ребенок только что перешел в семью и успел привыкнуть к ней. А я один без жены. Что я мог тебе дать? У меня тогда не ладились дела. Родителей своих я не знал. Сам вырос в приюте и поднялся, как все в 90-е. Я перестал тебя искать. Отпустил. Но не было дня, чтобы я о тебе не думал. И я знал, что ты обо мне точно думать не станешь. Ведь малюткам родители редко говорят до совершеннолетия, что они приемные. Я ждал, когда тебе исполнится 18, что тебе скажут, и ты меня сможешь найти. Быть может, ты бы смог как-то. Но этого не происходило. А недавно я заболел. Мне нужна пересадка костного мозга. Я не стал тебя искать, но мой друг, полковник, сделал это за меня. Он сказал, что не готов терять друга. Но я не мог после всех этих лет просто подойти к тебе и попросить одолжить мне немного твоего костного мозга. Решил, что просто узнаю тебя поближе. Мне хотелось знать о тебе все. И я нашел девушку, которая могла бы работать с тобой. Я устроил твою первую медсестру в другую больницу, подготовил главврача, чтобы именно ее он устроил к тебе и нашел рычаги давления на Ольгу. Она просто рассказывала мне о тебе. Ничего криминального, сынок. — Тогда почему ты сделал так, чтобы ее уволили? — спросил Коля. — Я думал, что она не успеет тебе рассказать, что я разлучу вас и ты не узнаешь ничего. Но ваши отношения зашли дальше. И она рассказала. Главврач слышал, как вы ругались. Я понял, что ты знаешь и что тебе нужны ответы. Понял, что дурно поступил с Ольгой. Но исправить не успел. Загремел сам в больницу. Прошел процедуры и меня отпустили только вчера. За это время и Ольга успела уехать. И ты. Колли поднял глаза. — Еще не поздно? — Не знаю. Врачи сказали, что времени почти не осталось. Я не спрашивал про операцию, может, уже и поздно. Но я не жалею. Я не за этим приехал. Просто раз уж я умираю, я должен был тебя узнать. Боже, как же ты похож на Анну. Ольга смахнула слезу. — А я всегда думал, что Коля похож на своего отца. Приемного отца. — Так бывает. Многие люди похожи. Но родинки такие встречаются гораздо реже. Даже тест проводить не надо. Я вижу, что у тебя ее глаза, сынок. И ее характер. Ольга многое мне рассказала о тебе. Временами я думал, что ты — это воплощение ее. Ты же точно такой же. Даже манеру говорить от нее унаследовал. Семен Андреевич вытер слезы по-мужски, одной рукой. — Поехали. Прямо сейчас. Я сделаю это. Я не позволю тебе умереть после того, что услышал. Ты мог просто попросить. Ты ведь должен был понимать, что я не откажу родному отцу. Почему ты не обратился ко мне? Колли нервничал, что было неудивительно в данной ситуации. — Я же человек, который бросил сына. Плевать. Как бы там ни было, я бы помог. Он заставил его поехать в больницу. Семен Андреевич сделал один звонок, и врачи уже были готовы принять их. Ольга осталась дома. Нельзя было оставлять медпункт закрытым. Уже вечером Коля позвонил. — Его можно спасти. Благо, он влиятельный человек. Операцию проведут в ближайшие дни. Сегодня мы отправляемся в Москву, — сказал он. — Хорошо. Я буду переживать за вас обоих. Теперь, зная правду, Ольга прониклась к Семену Андреевичу теплотой. Вечером ей позвонила мама Коли. — Знаешь, Оленька, я не могу дозвониться до сына. Что у вас нового? Где он? Они так и не выбрали время, чтобы поехать к его родителям и познакомиться лично. Ольга общалась с ними только по видеосвязи и телефону. И именно ей пришлось рассказать им эту историю. — Я знала, что однажды это может случиться. Мы не сказали ему, что приемные. А зачем? Для нас он родной. Мы для него, думаю, тоже. Зачем ворошить прошлое? Операцию Семену Андреевичу провели успешно. Он остался в больнице восстанавливаться. Ему предстоял долгий путь реабилитации. Коля же вернулся домой. Ольга ждала его с нетерпением, потому что ей нужно было сказать ему еще одну важную новость — он станет отцом. Благо, он успел вернуться к дате их бракосочетания, о котором Коля со всеми этими событиями успешно забыл. — Слушай, давай перенесем. Я хочу, чтобы оба моих отца были на свадьбе, — сказал он. — Хорошо. А на сколько? — спросила Ольга. — Ну, где-то на семь-восемь месяцев, — ответил он, вспомнив прогнозы врачей. — Его выпишут раньше, но для полноценного восстановления нужно чуть больше времени. Не будем его травмировать. Дождемся, пока он сможет полностью восстановить силы. — Через семь-восемь месяцев я не смогу, — нахмурилась Ольга. — Коля подумал, что она не хочет откладывать свадьбу. Все девчонки хотят замуж. — Я же никуда не денусь, глупенькая, — улыбнулся он и сгреб ее в охапку. — А я так и не думала. — Тогда почему ты не можешь? — Это будет примерно февраль-март. Лучше, наверное, конец марта, да? Погода получше. Но можно и в феврале. Отпразднуем у родителей в городе. Можем снять в кафе. — В начале марта я буду рожать нашего ребенка, — сказала Оля, покачав головой. Колли расплылся в улыбке. — Вот это да! — М-м, — ответила она, кивая. — Всегда мечтал принять роды. Пустишь меня вместе с собой? Я чисто с медицинской точки зрения интересуюсь, заодно и поддержать тебя смогу, — сказал он. Оля нахмурилась. — Ни за что. Это женское таинство. Я считаю, что мужчинам там делать нечего. Но, если будешь хорошо себя вести, я постараюсь родить тебе сына, — улыбнулась она. — Я дочку хочу, — парировал Коля. — Тогда постараюсь родить первой дочку. Так и быть. Они обнялись. И это было мигом абсолютного счастья для них обоих. Спустя положенный срок Ольга родила сына, которого назвали Андрюшкой. Еще через полтора года на свет появилась его сестренка Катерина. Семен Андреевич познакомился и подружился с родителями Коли. Он любил приходить к ним вечерами и слушать рассказы о том, каким был Коля. Теперь он добывал эту информацию вполне законно. Часто приезжал в деревню навещать внуков, однако уговорить эту парочку вернуться в город не смог. Оба решили остаться жить в деревне. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой палец вверх, для меня это очень важно. Всего доброго!